Спонсор данного выпуска магазин мини-диванов. Шикарный вариант для вашего ребенка. Все диваны с ортопедическим основанием и имеют ящик. Отличные решения для маленьких комнат и балконов. Диваны в наличии и доступны в день заказа. Также есть рассрочка, доставка по всей России и самовывоз. Ссылку на инстаграм мини-диванов оставляю в описании. Ребятки, всем салют. Вы на канале Семья на Челоданах. Я сегодня гуляю один, гуляю в Центральном Сочи. И хочу вам показать обстановку здесь. Как дела на пляже, сколько людей. И просто, чтобы вы кайфанули от Январьского моря. На дворе Январь у нас потрясающее солнце. Видали, какое яркое? Вот так вот сделаю вам. Находимся мы неподалеку от Сочинского порта Центрального. Именно туда мы с вами и прогуляемся вдоль береговой линии. Кто не подписан на канал, нажимайте эту красную кнопочку, нажимайте на колокольчик, репостите видео. Благодаря вашим репостам, лайкам и комментам нас уже совсем скоро будет 4 тысячи человек на канале. Это огромная цифра для меня. Давайте начинать смотреть выпуск. Погнали! Находимся мы с вами вот в этой части города. Как она точно называется, я вам не скажу, но думаю, если вы здесь хоть раз были, вы узнаете. Классные высотки. Здесь снимать квартиру, конечно, вообще потрясающе. Посмотрите, с каким видом можно жить. От души. Как ориентир, это жемчужины. Там, кстати, тоже классный обустроенный пляж. Я, когда там проезжаю на машине, мне там очень нравится. Я прям всегда снижаю скорость и кайфую от видов. Малолюдно. Малолюдно. Сейчас мы с вами пройдемся по пляжам. Будем смотреть, как и что. Один рыбак на волнорезе стоит. Отходит яхточка. Вон вдалеке морской порт. Ну, пойдемте. Неудобная такая лестница, конечно. Сразу обрыв идет. Морюшко сегодня холодное. Я уже трогал. Купаться я сегодня не буду. Хотя мне, конечно, хочется. Но прям надо купаться до 12. Ветра тогда нет. А после 12 как-то поднимается такой... Ближе, точнее, даже к 12 поднимается такой ветер. Сегодня он прям северный. У меня руки даже замерзли. Несмотря на то, что светит солнце, погода вообще, друзья, великолепная. Прям безумно классная. Вот эти вот ребята купались. Только что. Вот ловите вставку. Есть песочек, есть очень мелкая галька, да, относительно эмеретинки, где мы обычно тусуемся. Там всегда такие большие булыжники. Ну, потому что там галька завезенная. Так, здесь у нас есть вот такой вот аквапарк, который, ну, конечно, сейчас не функционирует. Да, и летом было распоряжение, что горки работать не будут. Но горки, слушайте, классные. Особенно вот эти две синих, посмотрите, как там классно крутит. Да, отдушим. Так, спасательная вышечка. Еще пирсик. Кайфовенько. Ну и морюшко такое нечистое, конечно. Так как у нас был снег, Сочи засыпало снегом. Зайдите, посмотрите. Я снимал, показывал, как у нас обстоят дела. Очередная такая прям крутая-крутая лестница. С детками, наверное, будет неудобно. Видите? Совершенно пустой пляж. Никого. Но я думаю, что возле морского порта там людей будет сейчас гораздо больше. Все-таки сегодня я снимаю. Сегодня выходной. Прекраснейшая погода. Море. Классно. Как здорово жить на море и иметь такую возможность. Просто взять и прийти к морюшку, подышать этим воздухом. Расслабиться, подумать, собраться с мыслями. Это очень ценно, друзья. Я хочу вам напомнить, что мы начали новый сезон, новый отрезок нашей жизни. Он называется «Зимуем в Сочи». До этого мы бомжевали в Крыму. А потом мы вернулись в Москву. И с Москвы уже непосредственно стартанули зимовать в Сочи. Сняли квартиру тут в Амеретинке. И до июня мы точно тут. Поэтому, кому интересно, зима, весна, сочинская, подписывайтесь. Будем рады. Я хожу в походы, нахожу на пешие тропы. Меня это неплохо так заразила, эта история. Поэтому присоединяйтесь. Будете вместе со мной путешествовать по местам. Скоро подтяну и детей. Темика точно, Родиончик еще, конечно, маловат. Так, мы сейчас продвигаемся с вами на волнорез. Он, конечно, мокрый. И я опасаюсь, что ударит волна. И нас немножко, вот видите, бьют волны. Особенно вот там вот с краю. Ну, судя по пирсу, не сильные. Поэтому смыть нас не должно. Если, конечно, не будет какого-то, как говорится, чудо-юдо. Так, и отсюда открывается. Смотрите, какой кайфовый вид, друзья. Как же тут красиво. Вы только посмотрите. Прекрасно. Очень и очень, друзья, прекрасно. Так, ну что, давайте двигаться с вами дальше. Видите, море непрозрачное. Обычно видно дно. Но сегодня, да, из-за штормов, из-за синега. Волна бьет. Не сильная. Кстати, кому вот интересно, здесь вся береговая линия усыпана этими страшными волнорезами, которые мне, конечно, вообще не нравятся. Их никак не оккультуривают. Есть места в Сочи, где они вообще имеют настолько отвратительный вид, что становится очень обидно за наш курортный город. Ой, я вовремя ушел. Там прям волна так стукнула. Мне повезло. Так, а что вот это за такое место? Какое же оно классное. Посмотрите, как здесь можно обалденно отдохнуть. И аквапарк, и детские зоны, да, и детский аквапарк. Надо обязательно сходить с детьми. Так, это, кстати, вот пляж Маяк. Ну-ка, отсутствие поясательной оборудования. Матросов, спасателей. Все понятно. Да, вот это вот место кайфовое. Я бы летом с детками сюда сгонял. Кто, может быть, кто-то отдыхал в этом месте? Напишите в комментах, как вам, что здесь по ценам. И вообще, летом функционировал ли он? Нас летом в Сочи не было. Мы были в Крыму. Кому интересен Крым, можете зайти в плейлист «Бомжуем в Крыму». Мы пропутешествовали его с палаткой 2 месяца, с детьми. Кому интересно, залетайте. Очень-очень много ценной информации там есть. Так, а мы все ближе и ближе подходим с вами к морскому порту. Много чаек. Люди так классно их кормят, подкидывают им еду. Видите, они в воздухе хватают. Так, пойдемте с вами поднимемся вверх. Немножко пройдемся поверху. Вот сочинские попугаи. Опа! Так. Есть для колясок. Можно спуститься с детками. Здесь, видимо, летом натянут какой-то тент под солнышко. Вот. И здесь какая-то некая площадь. Да, людей, конечно, мало. Так, смотрите, что здесь есть. Здесь есть саб-центр, который сейчас начинает функционировать. Да, очень и очень кайфово. Слушайте, а кто знает, что вот это вот такое? Я потому что хотел запустить дрон, и, короче, я не рискнул его тут запускать. Я понимаю, что это маяк. Я видел, что он светится. Это, походу, да, какая-то военная часть. Почему я не рискую запускать дрон? Потому что в Сочи есть такие места, где ты можешь запустить дрон, и все, он сядет где-нибудь в море. Я так ходил на тропу, и было в приложении, короче, написано ограничение полета. Я в итоге взлетел, и эти ограничения заключались в том, что дрон не замирал на месте, он тупо садился, постоянно садился, и его приходилось стиком вытягивать вверх. То есть вот он летит, например, налево, но он летит не прямо по горизонтали, да, а непосредственно вниз. Это очень сложно, особенно когда садишь его, садишь куда-то в лес, в деревья. Вот. И в Сочи, короче, таких мест очень много, а летать прям вообще опасно. Так, покажу вам место. Наверное, это когда-то был пляж, который из-за штормов смывает. Есть такие места, да, в Сочи. Этот еще есть, а тут вот насыпаны уже непосредственно вот эти булыжники, и здесь вот так вот все разбито, находится вот в таком вот состоянии, и никто не оккультуривает. Так, пошлите с вами, друзья, дальше. Конечно, мест, где покупаться много, я имею в виду береговую линию, но было бы здорово, если бы у нас еще прям подкреплялись заботой о пляжах и делали бы какие-нибудь, ну, облагораживали, потому что, ну, вот эта вот история, это, конечно, ну, вообще капот. Видите? Все разбито, ну, и, скорее всего, это, конечно же, разбито из-за сильных штормов. Надеюсь, в этом году я вам покажу сочинские сильные шторма, когда большие-большие волны. Пока этого не было, пока я только смог вам показать только снег, только пальмы в снегу, это была моя какая-то маленькая мечта, увидеть такую картину, когда здесь выпадет снег. Здесь этого не было очень долго, последний раз в 2017 году, а до 2017 года это было только в 2006. Это очень редкое явление здесь, на побережье, ну, именно в Сочи. Особенно в Меретинке, потому что если в Сочи, как бы в самом Сочи, вот в центральном районе, где мы сейчас находимся, еще ладно, потому что сразу начинаются горы, горная местность, а в Меретинке до гор далеко, там 40 километров, по-моему. Так, и мы с вами попадаем на такую площадь, где здесь так же все украсили к Новому году, хотя он уже давно прошел, пока ничего не убирают. Вон есть большие буквы Сочи 2021, установлена сцена, которая, я не знаю, работала ли она в этом году, как-то раз мы здесь видели выступление на 9 мая, по-моему, в 2019 году. В этом году из-за того, что все мероприятия запрещены, ну, не факт, что работало. Что здесь из-за интересного? Здесь вот установлены всякие вот такие зверята из трав. Для деток будет очень-очень интересно. Вот, например, бегемот, да, лежит с открытой пастью. Вот она, Сочи 2021. Очень классно она светится вечером. Кто захочет погулять, приезжайте, сфотографируйтесь. Чувак такой вообще. Так, ну и, конечно, Тираннозавр Рекс. Зеленая Формула-1. Здесь, кстати, есть магазин. Я так понял, что посвященный Формуле-1, но почему-то у него закрыли вывески. И вот такая вот, смотрите, какая тут тачка стоит классная. А? Как вам? Лайк – это ваша реакция. Да, я думал, что людей будет гораздо больше. Я думал, что мы будем с вами так протискиваться сквозь толпу, как здесь иногда бывает. Особенно там вот в какие-то, ну, новогодние, например, праздники. Так было. Так, ну что, давайте с вами еще пройдем вот сюда вот к яхтам. Посмотрим, какое количество здесь их, тут. Ребята, на яхте море приглашают. Потому что в том выпуске вы видели, показывал, да, я вам, что их прямо очень-очень было маленькое количество почему-то. Вот такая обстановка, друзья, морской порт. Красота, очень тепло. Ух ты. Здесь всегда, как всегда, вообще такая водичка чистенькая, красивый цвет. Вообще класс, а? Да, здесь людей достаточно. Сами можете увидеть, да? Люди вышли погулять. Понятное дело, что очень-очень много приезжих, которые приезжают на выходные, просто насладиться немножечко солнышком, теплом. А сегодня у нас по-настоящему тепло. Будет градусов 15-16, но 15-16 градусов сдувает, конечно, северный ветер. Особенно там, где открытое море, он прям как будто с моря так сильно дует. Вот такая, друзья, у нас красота. Переезжайте в Сочи. Город шикарный. Не знаю, я еще ни минуты не пожалел, что мы сюда переехали, а именно пока зимовать. Да, здесь очень классно. Вот как всегда по классике здесь сидят. Рыбаки таскают рыбку, таскают. Вот, видите, просто с львом гуляют. Да, собаку классно сделали. Лев. Царь зверей, блин. Мне вот, знаете, что кажется, что люди, когда приезжают в Москву, они первым делом едут на Красную площадь, а когда люди переезжают в Сочи, первым делом они приезжают сюда, в Москвой порт, потому что здесь по-настоящему очень круто, очень атмосферно. А еще, когда вся эта история подкрепляется теплом, ой, это просто не описать словами, это нужно однозначно прочувствовать, приехать, друзья, и кайфануть. Ну что, мы с вами пришли уже к самому началу морского порта. на этом мы с вами завершим нашу прогулочку. Делитесь выпуском, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы, сезон, зимуем в Сочи, а вы с нами, опс, сквозь толпу. В общем, до новых выпусков, со всеми прощаюсь, всех обнимаю. всем пока.